Привет, как тебе интервью? Я, ребят, не смотрел. А что там? Вы и так все знаете, там что-то новое было. Там что-то новое было, я думаю, что там что-то новое было. Вернее, даже не смотреть, а слушать. То, что я, в принципе, и так знаю. Пока нет, не смотрел. Ну вот и хорошо, на самом деле, пускай она вот как бы все рассказала и рассказала, что прекрасно. Теперь вы лишний раз знаете не только от меня, а теперь еще и от нее все. Да, сходили сегодня в кино. Наконец-то, кстати, Наталья здесь. Ты поздоровкаешься сейчас там. Ну вот, сходили мы в... Сергей Веврун, Виктория рассказала, что вы не были в тюрьме и опку, у вас не было бизнесов, а на 3 ящерицы в инстинктах. Все прекрасно, верим дословно. Мы не спорим, ребят, ни с чем. Вот все сказано, как сказано. Все, я вот даже спорить не буду. Все, Вика сказала, значит так, ей можно верить. Все, мне нет, ей можно верить. Ей можно верить. Ну, конечно, там за два с половиной часа там, мне кажется, она и сама-то забыла, что она там говорила. Ну, сказала, сказала, что свято верим, ребят. А то, что это самое интервью вышло, ну, я к этому нормально испугался. Ну, я думал и знал, что Хикан все равно добьется того, что он хотел это сделать, потому что он еще когда брал интервью у Наталии, он уже эти вопросы там, ну, закидывал. То есть, уже такая проверка почвы была маленькая такая. Вот, а тут вроде как-то она согласилась. Ну, уж я не знаю, это ее дело, ну, захотела. Хотя, ну, я так понял, что сначала разговор был о 20 минутах, но получилось на два с лишним часа. Не судите строго, и тараканы-то не только у нас, они вообще во всем доме. Я к этому нормально, спокойно отношусь. Я сам вырос в коммуналке, и у нас было много тараканов, поэтому я их люблю. Я их люблю, и вот даже одного поймал для вас. Крупный особь поймал, да. Пацана взял, да. Ну, 128. Так, Виктория, ребрас подмал до того, как в сидя в кустах, тряса в ожидании бабушки или после. Так, а зачем женшин беж? Много чего было, ребят, за 25 лет совместной жизни, а вчера, кстати, была дата тоже, 29 лет было бы. Ну, вот. Слушай, ну, не видно, что Сережка хочет, у меня так, ухажала. Ну, да, да. Вот, поэтому всякое было, ребят, всякое было. Так же Виктория сказала, что она помнит тебя. И не обладает сатанинскими инстинктами ящерицы, как твоя сожительница. Ну, ребят, сейчас, 5 секунд пройдет. Я скажу так, я скажу так, то, что оскорблять других людей ума много не надо, ума много не надо. Ящерица, это что-то новое уже у нас. То ондатра, то ящерица. Так вы определитесь, мы уже к ондатре привыкли. Ящерица теперь. Нет, у Виктории Викторовны есть одна ее любимая франка. У меня оскор и я живу, и я живу на инстинктах. Понятно. А она, наверное, инстинктами не пользуется. Но вообще-то, большинство людей... Ребят, я не знаю, я еще раз говорю, я там буду отвечать на эти вопросы, конечно, вы их задавайте. Для меня их нет в плане того, что удобные, неудобные. Много чего было. Я и сам-то уже не помню. Ну, 25 лет, четверть века, вы сами-то представьте. Я там 2 недели назад не помню, что было. А вы меня спрашиваете, что было там 10 лет назад или 15-20 лет назад. Так я откуда, я помню, что ли? Я честно говорю. Так, что там вокруг... Не, ребят, я еще раз говорю, Виктории Викторовне надо было выговориться. И я очень рад, что она это сделала, вот честно говоря. Выговорилась, наверное, всю жизнь вспомнила. И наверняка там... Я уж там что-то забыл, она помнит. Ну, что? Хорошо, что? Наслаждайтесь. Матросская тишина, да, ребята? Я при своем мнении, вы хотите в ней, верьте, хотите, нет? Она, я не знаю, может, она забыла или не знает, или не помнит. Ну, я там был. Да-да, не удивляйтесь. Ваше право, верьте, не верьте. Да я и... Смысл мне ничего доказывать там. И это, кстати, очень такое запоминающееся событие в моей жизни было. И как раз-таки я это запомнил на всю жизнь. Да. Знаете, не только от меня, а теперь еще и от нее все. Кто рассказала, что примет тебя с детьми и даже даст видеться с ящерицей, если ты к веке вернешься. Все. Ребят, мы, я говорю, мы очень рады. Но тут, во-первых, в этой, во всей схеме есть я. Который что-то тоже принимает, наверное, какие-то там действия, решения. Пойдем туда. Да. Настыльник, зачем ты удалил Викторию? Сломал ей ребра. Она упала и ударилась от кафе. Бить слабых. Удел чмошников. Да, ребят, да, да, да. Приношу свои искренние извинения. Искренние извинения приношу. Правда говорю, честно. Мне есть вещи, за которые стыдно, да? Есть. Вы правы, вы правы. Я без сарказма сейчас говорю. Вы правы. Столовку зашли. Вот такое скромное у нас тут, видишь? Обаяние буржуазии. Сельвич, куриный, борщ, плов, оливье, пампушка. Два чая. 725 рублей. Пробуем, 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 пробуем. Тремор. Да нет у меня тремор. Замерз, правда, на улице. Шарахаемся ходим. Молодец. Записал интервью. Хотя на нее это не похоже. Это не свойственно ей. Потому что она вообще как-то, как она говорила, но опять же, я не знаю, может, время прошло, поменяла мнение свое. Она это, как его, к соцсетям не очень, особенно к моей деятельности, не очень хорошо относится. Положила, положила, что. Ну, два с половиной часа, да, разговаривать, скажем так, с незнакомым человеком, это, ну, как минимум, вызывает вопросы. Правильно? Сейчас покушаем, дальше двинем. Паспорт получил сегодня, радость-то какая. Наташ, почему ты детей не выносила? Они у тебя с отклонениями. Это из-за того, что отбухаешь из-за чернильницы уже. Хекан, по-моему, видел наших детей. Или нет? Не помню я, что там. Ну, у меня-то все дети умные и без отклонения. У кого там с отклонениями, я не знаю. Это не вопрос. Ну, я же говорю, там наверняка, там, знаешь, свечку держали. Ну, я говорю, я ни с чем не спорю, ребят. Что сказано, то все правда. Все в самом деле. Сказали, сказали, значит, так есть. Я и обоссаться могу, ребят, да. Ничего страшного. Да, я ведро пасать могу. Ну, такой я человек. Что делать? Такой я человек. Да. Виктория Валич, я рассказала про детей твоих. Также про то, что она отмыла тебя. Первый число, ты без носок был бомж. Когда первого числа? Отмыла. Где у меня? Ну, отмыла. Без носок. Ну, молодец, чувак. Ну, верим, свято. Первого. А может, второго? Или третьего? Ну, приятно, что я первый. Почему твой ребенок плохо разговаривает? Ты с ним совсем не общаешься. Не понимаешь, что он разве тем. Да, я вроде... Да, я что-то вроде не показываю детей на стримах. Видите, как они общаются или что? Откуда такая информация? Опять-то, слов Виктории Викторовны? Ну, не знаю. Не знаю. Наташ, сколько ты не доносила первого ребенка от Сергея? Он в баракаре лежал 30 дней. Как бы так? Лежал, да. Мы через многое прошли. Это действительно так. Мы прошли через многое. Мы прошли через многое, наверное. Да я вообще такая. Я не готовлю, не убираюсь. У меня тараканы. Деньги недоношенные. Такая вся неправильная. Парадит мы нашего общества. Почему-то... Что я должна кому-то что-то доказывать? Я никому ничего не объяснять, не доказывать. Мы собираемся, ребята. Мм? Подфактовы, вывескаться больше, чем ты за два года. С чего верить тебе? Ты и гнаешь динатой. Без уверивания не отвечаешь. Ну, сказала прекрасно. Ребят. Прекрасно сказала же. Все. Свято верим. Я, например, даже... Даже как-то... Сначала вроде напрягся, а потом думаю, ну вот лучше пускай вот она еще скажет. Может быть, что-то там для себя новое. Мы что-то забыли. Костил Джоб, у тебя набор и крестил. У нас авария, бля. Но не у нас, а у дяди. А? Валя. Гарик. Разбил. Разбил тут. Фурнитуру. Своя еще. Своя еще. Своя еще. Своя еще. Своя. 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 Как сказала Виктория, птица кушает, испортняется и рожает. Она живет не своим трудом и любовью, а не приспосабливается. Своя. 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 Что я могу сказать? Своя. 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 А своя? Своя. 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 Я же говорю, будет много вопросов, а я же не смотрел интервью. Вообще нет, ребята. Вы знаете, мне вообще как-то это самое... Ну, все равно, что ли. Даже опыта, я не знаю, как сказать. Да, Владимир Владимирович, уходит такой момент, который действительно вообще параллельный. Абсолютно, да. То есть, ты бухал, словами, нам говорил, не бухачи, не наркоманчи. Как ты лицами рюдон. Врал подписчикам, получается. Да, получается так. Получается так. Да. Извини, пожалуйста. Лично ты, извини, пожалуйста. Да. Брал. Бухал. Да. Да, валялся на полу, на полу спал. Все было, все было, ребят. Было все. Да. Устал ты. Ты зачал ребенка, когда подарил андаты кота. Манул ВВ, что вернулся, сам дыхал чернильницу. Убогий. Вы вообще истории как бы не знаете. Если уж на тему кота. Кота вообще-то мы Алине подарили. Помнишь? Если я не ошибаюсь, да? Вообще-то. Но Алина собака. Поэтому кот остался у нас. Это вот по коту ответ. Развернутый. Вы думаете, у меня что-то новое что-то я узнал или чем-то я удивлен или что-то я переживаю на эту тему. Да нет, конечно. Я уже третий год в разводе. Пять лет я с ней не живу. Поэтому я как-то уже остыл. У меня это все прошло, что ли. Не знаю. Побуем единственное, что сказать, что если бы я остался с Викторией Викторовной, то вот этих бы стримов бы не было. Вот этих бы всех моих поездок бы не было. Ну вам, ребят, вам если вот, я даже не знаю, если вам там на заборе что-то написано, вы что же верите? Ты обещал идиотцу, что не бросишь ВВ. Ты предатель и мразь. Ты венчался зачем? Что бы предать? Чурнелица шлюха вела. Да, ребят, да, это правда. Действительно правда все. Все правда. Фамилия Симоновы. Все мы Симоновы, да. Да, и Сильвестр, и Сергей Сергеевич. Фамилия моя. По отцу. Я принял отцовство, или как там правильно называется, там какая-то фраза есть. Хоть молодец, сделал хайп на тебе, голбоеб. Все грязное белье твое вытащил на потех у школьников. Я хочу бы плюнул тебе. Отчасти согласна с этим гонатом. Он про себя что-то начинает. Нет, я отчасти согласна. Гипер какой-то. Ну пойдем, я-то готов. Давайте несем. Все, все с вами. Я такой, какой я есть. Я из себя ничего не, это самое, ну, как сказать, не пыжу, что ли, да, не пыжу ничего. А с Викторией я еще раз говорю, там постоянно натяг был, напряг был. Это не снимает. Ну я рад, что вам понравилось интервью. Я вот, ну, честно, искренне, без сарказма говорю. Я рад. Ну я же ответил уже третий раз отвечаю на этот вопрос, да? Ну, достаточно. Или я что должен, там, о своей любви рассказывать, там, или о любви к детям, там, или что я должен сделать? Наизнанку вывернулся? Перед кем? Ну, а она не сказала, как я отвозил обратно эти деньги, в зашитом кармане в поезде ехал, через таможню, там, через все. Это она вам не рассказала? Как я эти деньги вез обратно, отдавать? Или это было, или это неинтересно? Могу рассказать. И стримить тоже, ребят, потому что я говорю, вы бы этого ничего бы не увидели. А я такой, какой я есть. Вот и все. Я люблю снимать видео, там, стримы, там, все. Я это люблю, я этим живу много лет. Больше десятка лет. И почему я должен заниматься тем, чем я не хочу сейчас заниматься? А я сейчас занимаюсь любимым делом. Если бы мне это не нравилось, я бы это не делал. Ни из-под палки, ни как, ни за какие деньги вообще. Если уж так по-честному говорить. Да я уже и не помню, что-то там... Да споров много было, споров много было. Всяких разных там... Я не знаю, там, я с чем-то был не согласен, а она с чем-то была не согласен. Но это жизнь называется. Всякое бывает. Наоборот, у меня сейчас есть возможность там куда-то поехать. Я не знаю, там, с кем-то встретиться. Домой кого-то, в конце концов, привезти, там, из своих, там, знакомых, друзей, там. Пообщаться, посидеть. Наталья более гостеприимная. То есть она там всегда, там, и стол накрывает, и поляны, там, и все. Ну, все, кто у меня были, там, все знают. Это прекрасно. Что-то об этом никто не говорит. Пока. Пока. Пока.